Жертвами политики сокращения непрофильных направлений вуза, сферы обслуживания и экономика и управления стали 185 человек. В попытке опротестовать результаты аккредитации ректор Пермской сельхозакадемии Юрий Зубарев обошел почти два десятка столичных инстанций с главным требованием – дать возможность выпускникам экономического факультета завершить обучение без проблем. В итоге будущим бухгалтерам, финансистам, товароведам и менеджерам решено выдать дипломы государственного образца, но других сельскохозяйственных вузов. Это 5 или 6 вузов Российской Федерации юрисдикции и Минсельхоза России. Идет согласование нашего учредителя с Ижевской государственной академией, Вятской государственной академией, с университетом Уральской государственного аграрного университета, Башкирский аграрный университет. Ехать за дипломами в другие города выпускникам не придется. Члены комиссии и нагородних вузов сами прибудут в Пермь. Процедура выдачи заветных корочек продлится до 31 августа. Между тем, через год вуз намерен повторно пройти процедуру государственной аккредитации. Ректор сельхозакадемии полон решимости отстоять экономические направления. По мнению руководства вуза, без дипломированных финансистов на селе никуда. Экономика должна быть в сельском хозяйстве, потому что учет в сельском хозяйстве, в переработке, в заготовке очень специфичен. Что такое, скажем, сохранить 100 тонн картофеля в хранилище. Такие вещи макроэкономика не понимает и она их не знает. К слову, в начале июля в сельхозакадемии прошла прокурорская проверка. И фактов нарушения прав выпускников не выявила. Юлия Алеева, Елена Еговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.